Добрый день, уважаемые слушатели! Я рад вас приветствовать на семинаре «Определение проблемных участков компании по данным управленческого учета». Немножечко расскажу про Центр Специалист. Центр Специалист уже даже не 25, а 27 лет на рынке образовательных услуг. Соответственно, большое количество выпускников, большое количество корпоративных клиентов, 80 учебных классов, 250 преподавателей, ну и порядка 1000 курсов. Соответственно, есть гарантия качества, гарантия результатов, гарантия сохранения средств в организации, гарантированное расписание занятий, гарантия безопасности. Ну и разные форматы обучения. Есть очное, онлайн обучение, соответственно, есть очно-заочное также именно присутствует. Ну и если будем говорить про возможности корпоративного обучения, это стандартные групповые программы, индивидуальные, либо адаптированные проекты, онлайн обучение, ну и выездное обучение в вашем офисе. Также есть безлимитное обучение, ну и преимущество для компании, есть, соответственно, фиксированная стоимость обучения на год. Ну, по поводу цен, это может что-то устарело, соответственно, это вы уже обращаетесь в корпоративный отдел, потому что тут вполне возможно, что-то, естественно, могло быть действительно изменилось. Также есть, соответственно, уникальные программы, ну а так быстренько пролистая, ну и, естественно, центр выдает международные сертификаты. Если говорить обо мне, меня зовут Рулёв Сергей Викторович, я имею два высших образования. Первое образование закончил в Московский физико-технический институт, где обучался программирование физики. Второе образование получил, закончил в Американ институте в бизнес-эндэкономикс, где получил степень МВИ. После института работы в компании «Делоинтож», «Делоинтож» входит в четверку крупнейших аудиторских компаний «Мира», занимался российским аудитом, международным аудитом, и занимался трансляцией бухгалтерских данных из российских международных стандартов. После «Делоинтож» я работал финансовым директором в компании «Вимбельдан», но не в главном офисе разделения, на реальных производствах. Работал финансовым директором в компании «Русдев», в компании «Миромет» и в компании «Тело». Во всех местах я использовал свое знание финансов для реального улучшения работы предприятия. Поэтому те курсы, которые я читаю, они идут от реального производства. Я рассказываю про те задачи, которые мне приходилось решать во время моей работы. В настоящий момент я работаю в компании «Специалист», являюсь сертифицированным тренером «Майкрософт» и имею статусы по «Майкрософт Проджекту», по «Майкрософт Проджекту Серверу» и по «Майкрософту» и по «Майкрософту Эксель». И читаю порядка 20 различных курсов. Часть курсов финансовых, часть курсов компьютерных, часть курсов посвящена управлению проектом. Читаю следующие курсы. Курсы по «Экселю», второй, третий, четвертый уровень, курсы по «Майкрософт» и курсы по «Аксессу». Читаю следующие финансовые курсы «Основы экономики» для руководителей, менеджеров, специалистов, подготовка, защита бизнес-плана, основы управленческого учета и бюджетирования. В частности, некоторые темы, которые я буду рассказывать, они как раз из этих курсов. Я реальные даже покажу вам файлики, которые я создаю со своими слушателями. Также занимаюсь и преподаю курсы по «Майкрософту Проджекту» и по «Майкрософту Проджекту Сервера». Ну, теперь давайте уже перейдем к содержанию нашего бесплатного вебинара. Соответственно, о чем мы будем с вами говорить? Мы разберем, что такое постоянные переменные затраты, разберем, что такое центры затрат и центры прибыльности прибыли, разберем, что такое маржинальная прибыль, потому что обычно возникает достаточно сложный вопрос, когда я читаю курсы, потому что маржинальная прибыль – это самая главная задача управленческого учета, и многие компании, когда считают, ведут управленческий учет, они не могут посчитать маржинальную прибыль. Я с этим сталкивался, приходишь, начинаешь смотреть, а где маржинальная прибыль? Ну, а ее, в общем, как говорится, либо не умеют посчитать, либо вообще не понимают, а что это такое. И вот когда люди не понимают, руководители даже компании, конечно, очень плохо, то есть они не могут правильно принимать управленческое решение. Мы разберем, как можно строить график без убыточности, потому что многие приходят учиться, потом, ну, зачастую кто-то хочет поменять работу, и построение графика без убыточности очень часто спрашивают на собеседовании, поэтому нужно понимать, как он строится. Я покажу, как его построить в Excel. В принципе, достаточно небольшие сложности возникают. Разберем, как можно определять точку безубыточности и рассчитывать маржу безопасности, определение точки безубыточности маржи безопасности. Ну, и разберем, как можно находить проблемы на предприятии на основании управленческого учета. Если, соответственно, вначале давайте посмотрим, что такое постоянные и переменные затраты. Постоянные затраты – это затраты компаний, которые не зависят от объема выпускаемой продукции. Это такие затраты, как зарплата бухгалтерии, постоянная часть заработной платы отдела продаж, науковое имущество и тому подобное. Приведите пример постоянных затрат. Давайте я вас чуть-чуть поспрашиваю, чтобы вы не... Арендная плата за помещение. Арендная плата за помещение. Пятерка. Канал связи. Канал связи. Тоже пятерка. Зарплата персонала. Неправильно. Потому что если у нас будут премиальная часть заработной платы, которая зависит 5% от продаж. Это постоянная заработная плата? Нет. Ну вот как проще определить постоянную заработную плату? Представьте, что компания ничего не продала в данном месяце. Соответственно, проценты от продаж будут платить персоналу? Нет. Значит, они не входят в постоянную затрату. Канал связи будут оплачивать? Будут. В любом случае. Аренда будет. Зарплату директор получит? Вы думаете, что он не получит зарплату? Я такого директора не видел, который просто... Премию, вот понимаете, премию он может все равно получить. Потому что компания может убыточная. Но тем не менее, премию ее могут ему дать. Но вот подчеркну, что тут, конечно, мы понимаем. Бывает, мы дальше еще посмотрим постоянные переменные затраты. Конечно, еще бывает где-то промежуточная. То есть понятно, что если все будет очень плохо, директору премию просто не дадут. Но это неоднозначное решение, которое будет вытекать. То есть если я продал, например, стул, и у нас менеджер получает 5% от продаж, вопросов нет. 5%, как знаете, как в аптеке, мне должно быть начислено. Вот это у нас получается... Дальше мы будем смотреть переменные затраты. С премией такого действительно именно не будет. Если мы будем смотреть переменные затраты. Переменные затраты, это затраты компании. Это такие затраты, которые зависят от объема выпускаемых. Ну, это такие затраты, как себестоимость товаров, премиальная часть заработной платы отдела продаж, расходы по доставке товарам покупателям и тому подобное. Приведите пример переменных затрат. Сырье. Сырье. Ну, сырье правильно. То есть больше выпускаем, больше нужно сырье. Пятерка. Не вздыхайте. Я же сразу думаю на какие-нибудь переговоры в командировке, но с другой стороны... Вы знаете, смотрите, с командировку можно съездить. Но при этом не получите. Но при этом вы ничего не получите. Вот тут тоже действительно очень важно. Поэтому слушатели вебинара могут писать в чат. Я буду тоже зачитывать. Потому что у нас достаточно много сотрудников находится именно в чате. Поэтому пишите. Я с удовольствием буду ваши... Итак, вы не сказали, вы не сказали... Ну, премиальная часть. В общем, там как бы мы фиксируем. Премиальная часть. Ну, пятерка за память. Я вам как бы сказал. Вы ее... Да, это говорили. Что нового? Что еще дополнительно? Ну, подоставку, это БСМ, люди всякие... Ну, вот скажите, а реклама? Вот это относится к постоянным затратам, либо к переменным? Смотрите, чем компания занимает. Ну, как? Продает и дает рекламу. Если производственная компания, то не обязательно. Смотрите, если я дам рекламу, это гарантированно. Это гарантирует, что я продам товар. Нет. Если я продал товар, это гарантирует, что я обязательно должен давать рекламу. Нет. Поэтому вот реклама, она не уходит, не относится к переменным затратам. Галина сказала, тара и упаковка. Скажите, а можно без упаковки продать? Ну, вообще, это с сахара. Мало вероятнее. Мало вероятнее. Не, ну, понятно, что можно, как говорится, сделать, что давайте мы продадим сахар ваш, а мешок мой. Ну, вот так. Но такого обычно, в общем, все-таки именно не бывает. Поэтому вот транс, значит, если вот тары и упаковки, действительно. Обучение. Обучение, это только вот непонятно. Это постоянные затраты, либо переменные. Написали обучение? Ну, понятно, есть обучение. Андрей написал. Если мы будем смотреть там. Транспортные расходы. Транспортные расходы, переменные затраты. Поэтому, что если нам нужно, смотрите, отвезти, нам делать развозку. И если мы не продаем, у нас транспортных расходов действительно не будет. Ну, и, значит, поддоны, вот, тоже. Ну, если мы поддоны ушли, никто их не будет, значит, забирать. Ну, вот Андрей написал. Обучение, это переменные расходы. То есть, не обучение. Это, Андрей, большое спасибо. Потому что без обучения вы ничего не продадите. Вот, можно, как бы, так утрируя сказать. Ну, конечно, обучение относится к постоянным затратам. Потому что не обязательно у вас, значит, для того, чтобы продать, вы должны пройти какое-то обучение. Что? Благотворительность вообще относится ни к постоянным затратам, ни к переменным. Хотим, ну, в основном это даже не затраты. Это уже, ну, распределение свободных денег. Ну, не обязательно прибыли. Понимаете, в предприятии может не быть прибыли. Ну, а вот переменные затраты. Давайте мы будем говорить, что такое, чтобы четко можно было представить. Представьте, объем продаж увеличился в 100 раз. Ну, так, гипотетически. Конечно, ничего у нас не изменилось. Но у кого будет много денег и за что мы будем платить? Явно у нас пойдет транспорт, если мы развозим нашим покупателям. У нас будут большие расходы на транспорт, на поддоны. Понимаете, значит... Но тут, смотрите... Смотрите, бумага может у вас войти. Но вот тут как бы не бывает такое, знаете, черное-белое. Потому что, с одной стороны, бумага, конечно, она возрастет. Но прямо пропорционального, ну, не получается такого, что мы больше продаем. У нас, ну, больше каких-то затрат пойдет именно на бумагу. Но давайте будем говорить. Ну, накладную, конечно, придется вам печатать. Ну, а если у нас оптовая продажа? Понимаете, вот тут... А если вы... И это не настолько, в общем, действительно существенно. Поэтому вот на вот эти... Что-что? У нас выросла продажа в 100 раз. Сотрудники... Смотрите, еще хотел сказать. Постоянные затраты реально остаются постоянными? Нет, не обязательно. А если в 100 раз компания выросла? Нет, это бесконечно. Они тоже вырастут, я вас уверяю, в 100 раз. А если в 1000 раз? Они тоже будут расти. Ну, представьте, у вас небольшая компания, и потом она стала компанией, как Sony, транснациональной. Понятно, что у вас и штат бухгалтерии, тоже он будет расти. Но тут еще есть что? Есть релевантный уровень. То есть мы рассматриваем постоянные переменные затраты. Запишите это. Примерно плюс-минус 15%. Вот в изменении постоянных и переменных затрат, если они изменяются, наш объем продаж на небольшой уровень, то в этом случае постоянные затраты остаются постоянными. А переменные остаются переменными. Если мы увеличим в 2 раза, либо, как я вам говорю, в 100 раз, то, конечно, постоянные затраты возрастут. Давайте будем говорить, такой пример приведу. Если у нас объем продаж упадет в 10 раз, сокращение штата будет? Я думаю, однозначно. Директор, понимаете, как говорится, он точно, в общем, начнет, ну, хоть одного человека, он все-таки сократит. Потому что так. Теперь такой вопрос. А на сколько процентов должен упасть максимум объем продаж, чтобы директор даже не было повода для сокращения? Ну, и с другой стороны, если начнет увеличиваться, у вас не будет повода подходить о том, что требуется дополнительный персонал. Ну, например, штат, увеличение штата. Но если вы на 2% увеличите, вы же не подойдете к генеральному директору. У нас объем продаж такой, у нас объем работы увеличился. На целых 2% мне нужен помощник. Что вам скажут? От базы зависит. Он в любом случае скажет, это вы знаете, вот, ну, ничего. Напрягайтесь, как говорится, и, в общем, будете работать. Но если в 100 раз увеличится, даже в 2 раза, вот в этом случае уже точно уже будет какая-то реорганизация штата. Ну, и вот где-то граница, это зависит, конечно, от генерального директора, плюс-минус 15%. Поэтому, если на 15% у вас упадет объем продаж, ну, директор скажет, ну, ничего страшного. На 15% он скажет, ну, ничего, поработайте чуть-чуть. Больше увеличить, значит, пусть возрастет ваша производительность труда. Вот на 50%, да, вполне возможно, какой-то персонал будет у вас именно появляться. Теперь давайте посмотрим следующее определение. Это центр затрат и центр прибыли. Центр затрат это подразделение компании, деятельность которого не имеет прямого отношения к получению выручки или извлечения дохода. Это производственное подразделение компании, для которого устанавливается нормативы расходов ресурсов. Что сюда относится? Служба охраны, служба материально-технического снабжения, бухгалтерия. Приведите пример центров затрат. IT-отдел. Аудит. Аудит. Ну, к примеру, центра затрат. Аудит какой у вас? Внутренний. Внутренний аудит. Ну, понятно. Внутренний аудит, однозначно, это центр затрат. По центрам затрат, что нужно считать в управленческом учете? Что нужно делать? У нас есть перечень центров затрат. Что нужно делать по этим центрам? Ну, вообще-то контролировать затраты. Потому что в управленческом учете должны быть четкие расписаны литы, либо казначейство. Соответственно, либо у вас бюджетный контроль. И только в этих рамках вы, соответственно, осуществляете вашу деятельность. Ну, финансирование. Поэтому, когда у вас начинают возрастать какие-то затраты, ну, что любит делать директор с центрами затрат? Он просто берет их, начинает резать. Вот у нас есть, например, охрана. Охрану можно убрать. Внутренний аудит был, и внутренний аудит всплыл. Вот такое быть. Совершенно спокойно действительно может быть. Поэтому на вот эти вот моменты, то есть контроль идет расходов по центрам затрат, и идет, естественно, оптимизация. Если мы посмотрим, следующее у нас направление – это центр прибыли. И центр прибыли – это подразделение компании, которое либо самостоятельно получает прибыль, либо является источником определенной части суммарной прибыли, обладает в лице руководителями полномочиями принимать решения, влияющие на прибыль путем снижения затрат и путем увеличения доходов. Ну и руководитель центра прибыли несет ответственность за получение доходов и несение расходов. Пример центра прибыли – это магазин сети, цех полуфабрикатов, дочерние предприятия. Приведите пример центра прибыли. Давайте у вас спрошу. Слушатели вебинара могут писать тоже. Дивизионные структуры – это филиальные все структуры. Дивизионные, ну вот, мастерские участки, МТП. Я, правда, не знаю, что такое МТП. Ну, давайте будем, Галине поставим пятерку. Наверное, это… Вот. А Марина сказала ТЭР. ТЭТЭР. Я не знаю. Машинно-тракторный парк. Ну, если машинно-тракторный парк, он зарабатывает деньги, это однозначно получается именно цех прибыли. Это получается центр прибыли. Соответственно, если мы будем смотреть, вот, кем лучше работать, руководителем центра затрат, либо руководителем центра прибыли? Все равно. Как все равно. Нет, нет, смотри, какие у вас компетентны. У вас, вам, кем хочется работать? В центре прибыли, либо в центре затрат? Я в центре затрат работаю. В центре затрат. А вам больше нравится? Ну, в центре затрат больше влияешь на результат. Больше влияешь. Ну, смотрите, вот некоторые хотят отсидеться в центре затрат. Ну, а тут такой... Сейчас я... Сейчас, почему? Центры затрат сокращают в первую очередь. Вот тут надо понимать. Потому что есть такое понятие, человек, приносящий прибыль. Поэтому, если вы, делающий, приносящий прибыль для компании, ну, представьте, например, приходит, значит, вот, Галина пишет, мне центр прибыли, премиальное можно получить. Приходит руководитель центра прибыли и говорит, мне нужно купить автомобиль новый для клиентов стоимостью 5 миллионов рублей. Акционер ему, генеральный директор, что скажет? Он скажет, не будем вам покупать. Он скажет, ну, не будем, но тогда 15 миллионов прибыли мы не получим. Потому что вот наличие автомобиля является ключевым особенностям. То есть тут есть, как бы, торг. И тут вы что-то можете изменить. Цех готовой продукции. Он может, ну, даже не то, что цех готовой продукции, а производство продукции. Вы же можете изменить новую продукцию сделать. Вы можете сделать новые материалы. С одной стороны у вас идут расходы, но с другой стороны у вас идут доходы. Ну, а теперь представьте, главный бухгалтер посмотрела на руководителя центра прибыли. Приходит, главный, генеральный директор. Вы знаете, мне тоже нужен автомобиль. Он говорит, а вам зачем? Чтобы ездить за платежками в банк. Нужно мне купить. Что вы думаете сделать генеральный директор? Купит главного бухгалтера. Что, что? Купит машину главного бухгалтера. К главному бухгалтеру нет. Он скажет, вот вам презент. Тройка на метро. Единый на метро. Поэтому вполне возможно это может быть. Просто трубку облуху не дадут, но, по крайней мере, курьеру выделят. Ну, либо курьеру. Но, вы знаете, я же почему говорю, что я с чем сталкивался. Когда начинается вот именно сокращение, в первую очередь, мне акционеры рассказывали, они начинают сразу резать именно центра затрат. Почему? Потому что если зарезать центр прибыли, тут спорный вопрос. И можно долго дискутировать. Вполне возможно вы дохода именно не будете получать. Такой вопрос. Что нужно считать по центрам прибыли? Как их контролировать в управленческом учете? Что надо определять? Как определять? Доходы и расходы. Доходы и расходы. На самом деле, прибыль кипянчика. Кипянчика к управленческому учету никакого отношения не имеет. Это вот заставить, как говорится, работать. Соответственно, запишите, что тоже по центрам прибыли надо считать маржинальную прибыль. И вот про маржинальную прибыль мы как раз с вами поговорим. Потому что это является центральной темой нашего семинара. Ну и определение маржинальной прибыли у нас получается сейчас как-то так. То щелкает, то не щелкает. Нет, не щелкает. Соответственно, у нас маржинальная прибыль. И давайте посмотрим постоянные переменные затраты. Маржинальная прибыль от продажи дополнительного товара, вот подчеркну, дополнительного товара, дополнительные услуги, либо продолжение работы направлений равна изменению прибыли компании. Если принимается решение продать дополнительный товар, оказать дополнительную услугу, либо продолжить работу направлений. Вот здесь очень важно, что маржинальная прибыль, она привязана именно к уровню принятия решения. Потому что, к примеру, для того, чтобы продать дополнительный товар, нам нужно дать дополнительную рекламу. Представьте, открывается дверь, и мы продаем, что с вами продаем? Какие товары будем продавать? Не знаю, никто не купит. Что будем продавать? Любой товар. Ну, машины какие-то большие, игрушечные машины, давайте. Открывается дверь, и заходит покупатель. Мы должны ему продать дополнительную игрушечную машину. Вот продажа дополнительной игрушечной машины, что у нас увеличится? Какие расходы возрастут? Ну, транспорт, наверное. Большой агент покупает. Он одну покупает. Одну машину. Он маленькую, одну машину. Машина стоит 100 рублей. Соответственно, у нас, если мы будем говорить коммерческие расходы. Как же коммерческие расходы возрастут? Коммерческие расходы у нас не возрастут. Скажите, у нас увеличится плата за аренду офиса? Нет. Она останется той же. У нас возрастет затраты на аренду склада. Тоже не возрастут. Реклама. Реклама тоже не возрастет. Что у нас возрастет? У нас возрастет только себестоимость машины. Машинки. У нас возрастет затраты на упаковку. Ну, если он попросил ее привезти, в этом случае, может быть, транспортные расходы. И переменные, переменные продавцу, которую нужно выплатить за именно вот эту. Ну, премия, премиальная за данную машину. Почему вот эта вот маржинальная прибыль очень часто делают неправильно? И включают сюда еще аренда склада. Ну, понимаете, ну, если я заходит покупатель, говорит, я хочу у вас машин купить. Я говорю, не продам. А почему? Ну, потому что, понимаете, никто машинки у меня не купил. И если я вам машинку продам, я за склад 2 миллиона буду платить. Ну, то есть, это вот склад, это те затраты, которые они уже ушли. И они не влияют на данный результат. Иногда получается так. Вы работаете в убыток. Ну, бывает так. А сняли склад, закупили партию машин, начинаете продавать. Дали рекламу огромную. Начинаете продавать, но у вас все в минус вы выходите. И тут заходят покупатели. Вы говорите, ну, вот купи машинку. Но я включу туда все затраты, которые я понес. На рекламу 2 миллиона, на аренду склада. Понимаете? Естественно, никто не купит уже. Но тут уже зачастую при расчете маржинальной прибыли действительно допускает ошибку. И говорят, не, 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 у нас машинка стоит там 35 тысяч. Ну, хотя ее цена там 100 рублей. Естественно, покупатели уходят. И он это не покупает. Да, вопросы? То есть, дополнительные услуги, дополнительные товары. Если у нас есть план, то это продажа товара сверх плана. Правильно? План здесь никакого отношения не имеет. То есть, никакого отношения не имеет. Но здесь, я почему подчеркиваю. Дополнительные. Дополнительные. Вот мы принимаем решение. Представьте. Заходит. Сейчас я объясню. Назад в будущее смотрели фильм. Соответственно, заходит покупатель. И я, так знаете, хочу ответить. Тут мы берем, делаем снимок времени. Я говорю, к сожалению, мы вам машинку не продадим. Он говорит, жалко. Разворачивается, уходит. Заканчивается месяц. Я, наш главный бухгалтер, посчитал финансовый результат. Финансовый результат оказался 1 миллион рублей. Продажи не было. Теперь вот отматываем время обратно. Я говорю, вы знаете, давайте я вам машинку продам. Опять все считаем. И у меня финансовый результат получается 1 миллион 10 рублей. Вот такой вопрос. Из-за того, что я сказал, да, продадим. Во сколько, на какую сумму увеличилась прибыль? На 10 рублей. И вот эти 10 рублей является как раз именно маржинальной прибылью. Потому что многие значения именно не изменятся. Но вот маржинальная прибыль, то есть нужно считать именно таким образом. Еще к примеру. Почему вот, например, продолжение работы направления. А если директор решает закрыть магазин? У нас сеть магазинов. И мы закрываем магазин. Арендную плату мы будем платить? Конечно. Как? А, нет, не будем. Понимаете? Вот с одной стороны, арендная плата, мы говорим, это постоянные расходы. Но с другой стороны, если мы закрываем филиал, ну, магазин какой-то, мы понимаем, что от этого мы избавимся. И, соответственно, у нас расходов станет меньше. Поэтому вот расчет маржинальной прибыли, он очень важен. Считается и по товарам, считается и по магазинам, считается и по направлениям. У вас направлений есть? Несколько. Наверное, маржинальная прибыль действительно именно не считается. То есть, если маржинальная прибыль положительная, соответственно, это очень хорошо. Если отрицательно, самое простое, это направление можно именно закрыть. Ну, если мы будем смотреть, соответственно, по-другому, если мы будем смотреть, второе определение маржинальной прибыли, у нас получается. Маржинальная прибыль равняется доход минус затраты компании, которые она должна произвести, чтобы продать дополнительный товар. Вот здесь очень ключевое слово, именно дополнительный. То есть, мы не продолжаем работать, а именно дополнительный товар продаем. Оказать дополнительную слову, ну, и продолжать вести работу по направлению. Ну, и если мы поговорим по поводу использования финансов для управления компанией, на самом деле, тут велосипед я и не изобрету. Все довольно просто, банально, ну, конечно, многие не знают. Это рост доходов, ответственный генеральный директор и маржинальная прибыль по каждому направлению должна быть максимальной. Не должно быть проектов с отрицательной маржой. Второе направление – это снижение расходов. По каждому центру затрат необходимо максимально снизить затрат. Ну, если мы будем говорить, книжные магазины сейчас прибыльные либо убыточные? Убыточные. Если мы посмотрим, как вот пользоваться этой стратегией для увеличения прибыли. Рост доходов генеральный директор, книги меньше покупает, он начинает продавать детские книги, продавать, например, канцелярщину, продавать, например, электронные книги, начиная там сотрудничать, есть с интернет-магазинами. То есть, когда вы заказываете книгу, приходите получать. Понимаете, это направление маржинальной прибыли. И то, что неприбыльно, соответственно, направление зажимается. Ну, и сокращается. Второе – это снижение расходов. За это обычно ответственность финансовый директор. Площадь магазина можно сократить? Ну, соответственно, чем магазины занимаются? Потому что раньше обычно была большая площадь, еще меньше. Поэтому идет сокращение расходов. Ну, и с другой стороны, увеличение именно доходов. Расходы контролируются по сумме, которая выделяется на месяц, ну, там, по бюджету. А все доходы контролируются именно по маржинальной прибыли. Теперь давайте посмотрим по точке безубыточности. И точка безубыточности показывает минимальное количество продукции, которое должно выпускать предприятие, чтобы у него не было убытков. Точка безубыточности в единицах продукции равна постоянной сдержке, деленная маржинальная прибыль с одной единицы продукции. Ну, и если мы посмотрим маржа безопасности, маржа безопасности показывает, насколько компания может сократить объем реализованной продукции, прежде чем понесет убыток. Маржа безопасности в процентах равна, это ожидаемая выручка от продаж, минус выручка при безубыточной реализации, деленная на ожидаемая выручка от продаж. Задача, соответственно, графика безубыточности, это определение критической точки. Это анализ взаимосвязи затраты объем-прибыль позволяет определить объем производства, который необходим для покрытия всех затрат, как переменных, так и постоянных. Ну, и в критической точке такая точка, в которой суммарный объем выручки равен суммарным затратам. Ну, и таким образом, критическая точка по точке, начиная с которой компания начинает зарабатывать деньги. Ну, и критическая точка также еще называет, ну, называет также иногда порогом рентабельности. Критическую точку можно определить по анализу, по простейшей формуле, как я говорил, в критической точке выручка от реализации равняется переменные затраты плюс постоянные затраты. Ну, и если посмотрим график безубыточности, соответственно, у нас здесь растет, соответственно, есть постоянные затраты, есть выручка от реализации, она растет более под большим углом, потому что цена у нас больше. А вот суммарные затраты, соответственно, это переменные затраты, вот это у нас как раз переменные затраты, они есть. Они у нас растут под меньшим углом, потому что себестоимость обычно товаров меньше. Ну, и давайте попробуем сейчас построить график безубыточности. Соответственно, у нас известны постоянные затраты, маржинальная прибыль с одного изделия и ожидаемый объем продаж. Я для этого открою Excel, соответственно, значит, так, сейчас я открываю Excel. И что я вначале изменю форматик, чтобы у нас было более так получше, красиво. Исходные данные, постоянные затраты, напишу накладные, соответственно, накладные у меня будут 4200, маржа с одной штуки у меня будет 30. И, соответственно, у меня плановый объем, это у нас будет 200. Для того, чтобы построить график безубыточности, я делаю, соответственно, с продажи в штуках у нас будет 0,5 протянуть до 200. Вот так тут. Где-то будем считать, что у нас где-то 200 плановый объем должен у нас быть. Так тут. Далее теперь я пишу маржинальная маржа. Маржа равняется объем продаж, умноженный на маржу с одной штучки. Обязательно нажимаю F4, чтобы зафиксировать значение у меня есть. И пишу накладные расходы. Накладные. Накладные. Это равняется 4200. F4 обязательно фиксирую. Ну и дальше считаю прибыль. Прибыль. Для расчета прибыли это равняется маржа минус накладные. Поэтому, когда я смотрю, я вижу, что в точке 140 у меня как раз маржинальная прибыль равняется накладным расходам. И у меня получается точка безубыточности. Зафиксирую области, чтобы у меня были. Ну и для того, чтобы построить график, проще всего, горячая кнопочка есть, контр-взвездочка. Запишите. Она выделяет текущую область. То есть, если вы стоите здесь, вот видите, контр-взвездочка выделит эту область. Здесь контр-взвездочка. Выделил текущую область. Ну и вставка. Диаграммы точная. Точно с прямыми отрезками и маркерами. Соответственно, у меня получается график безубыточности. Еще одна особенность, когда вы начинаете выравнивать. Если я держу Alt, видно, у меня приравнивается, привязывается к границе. Именно границе. Ну, вот, например, участков. Поэтому я могу изменить. Сейчас давайте поставлю 200. У меня будет, соответственно, 200 объем реализации. Ну и если мы можем увидеть, что у нас здесь получается. Есть постоянные затраты. Есть у нас переменные затраты. Поэтому, когда постоянные затраты больше, вот это у нас область убытков. Если у нас здесь, соответственно, у нас здесь получается область прибыли. Здесь получается, естественно, у нас мы получаем прибыль. Ну, а здесь именно получаем убыток, то здесь, конечно, в общем, такого сложности в построении графиков обычно нет. Какие вопросы? Ну, и что тоже еще хочу сказать, наше время практически уже сейчас подходит к концу, что, конечно, это маленькая часть, которую мы обычно расходуем. Я обсуждаю на занятиях. Хотел просто показать. Есть два курса. Первый курс – это, соответственно, основа управленческого учета и бюджетирования. Соответственно, на курсе основы управленческого учета и бюджетирования. Значит, сейчас я вам покажу. На курсе основы управленческого учета и бюджетирования. Вот такой курс. В нашем центре мы строим реальный бюджет. Реальный бюджет, поэтому на этом курсе покажу бюджетик, который у нас получается. Получается достаточно большой бюджет. И это даже получается финансовая модель. То есть здесь есть бюджет закупки. Есть соответственно бюджет продаж. У нас есть бюджет продаж по товарам. Есть бюджет производства. Причем если записываетесь на этот курс, обязательно обращайте внимание. Форму Excel нужно знать. Потому что вот такие формулы придется вам действительно писать. То есть формулы получаются достаточно большие. Составляем бюджет складских запасов. Затраты производства, коммерческие расходы, управленческие расходы, науки, инвестиции, кредиты, движение денежных средств. Бюджет маржинальной прибыли здесь считаем. Ну и вообще-то вот листик, можете посмотреть, он достаточно очень большой. Он подробным, подробным образом все это действительно расписывается. Расписывается, составляем, я составляю со слушателями. Это реальный файл, с которым в общем работаем. Бюджет прибыли и убытки. Составляем прогнозный баланс. И составляем движение денежных средств к остальным методам. Поэтому здесь вот действительно это уже можно уже там смотреть, где у нас маржинальная прибыль положительная, где у нас маржинальная прибыль получается отрицательная. Соответственно, это курс, я вам сказал, это основа управленческого учета и бюджетирования. Второй курс, про который тоже хотел сказать по финансам, это анализ финансового состояния предприятия. Он тоже проводится в Excel и зачастую требуется вам посчитать, определить, как работает ваша компания. Соответственно, если смотреть, что в этом случае вы можете получить обучавших в нашем центре. Для чего используется финансовый анализ? Вы хотите узнать, вообще эта компания выгодна, стоит с ней работать, либо не стоит с ней работать. Каждый слушатель собирает, забивает вот такой отчетик, соответственно, открывает баланс компании и должны составить. Кто-то Аэрофлот, кто-то Трансаэро, кто-то Росинтер. Реально, это вот даже вот курс, который я сейчас участвую, будем продолжать как раз с этим файлом работать. И после того, когда эти задачки здесь в файлике составлены, далее что получается? После этого у нас составляются вот такие, уже можем анализировать, сейчас одну секундочку, ну, например, имущественные показатели. То есть я могу посмотреть, как у меня работает, например, Икея. Я могу увидеть, где у нее активы, какие у нее есть, соответственно, капиталы компании. Могу посмотреть, вот, Атлас Копка, как работает Мегафон. Отрицательно, это, собственно, оборотный капитал есть. МФС, соответственно, Распадская, вот видно, какие-то сложности у нее были. Соответственно, Трансаэро. Кстати, в каком году Трансаэро обанкротился? В 2015. В 2011 году у вас, если вы посмотрите, практически у нее был положительный собственный оборотный капитал. Я почему хочу показать наглядно вот это все. В 2012 году я вижу отрицательный собственный оборотный капитал. В 2013 году большой отрицательный собственный оборотный капитал. И, соответственно, я вижу уже отрицательный капитал компании. В 2014 году огромный отрицательный собственный оборотный капитал. И в 2015 году неожиданно для всех через три года компания обанкротилась. Поэтому если вы действительно смотрите, это действительно большое подспорье. Кстати, ну и банки, приходит компания, а им, например, нужно быстро проверить вот эту отчетность. Поэтому этот курс, даже если вы работаете с дебиторами, это достаточно очень удобно. Причем можно посмотреть и собственный оборотный капитал по любым компаниям. Все живое, как вы видите. Вот можно посмотреть. Темпы роста, движение денежных средств, изменение капитала, три составляющих роя. Ликвидность, смотрим. Сразу автоматисте показывает, кто. Ну вот, трансаэра видно у них там отрицательная ликвидность, например. А вот здесь дексис тоже, в общем, достаточно, в общем, действительно именно плохо. Вы можете посмотреть, соответственно, нормальные источники формирования затрат. Вы можете посмотреть финансовую устойчивость. Можно посмотреть платежеспособность, финансовый реверич, операционный рычаг, график безубыточности, факторный анализ. Смотрим, что влияет. Оборачиваемость, смотрим. Операционный цикл, чистый цикл. Причем все это в динамике. И можно это посмотреть, вообще понимать. Вообще, как компания работает. Ну и, соответственно, вы достаточно наглядно, все по любой компании, быстро, все можете действительно именно узнать. И в конце оцениваем вероятность банкротства компании. Соответственно, в этом случае вы мойте и присваиваем рейтинг. Ну, например, если посмотреть по Адидасу, какая получается рейтинг. Ну, вот рейтинг у них получается... Сейчас я посмотрю. Где-то вот здесь у нас рейтинг получается BB, BB, BB. Вероятность банкротства 1,2. Ну, и тоже задают вопросы, как вот быстро. Ну, вот пришел к компании, мне нужно, в общем, действительно это сделать. Ну, тоже ничего сложного нет, потому что сейчас, к примеру, если я московская, балтийская, а, московская пивоваренная компания. Можем вашу взять какую-нибудь компанию. Не я. Мне нужен ИНН. Больше мне ничего не нужно. Соответственно, О, ИНН какой-то есть. Есть какой-то матищи. Что дальше можно сделать? Есть огромное количество сайтов. Соответственно, я могу сделать e-ecolog.ru. Я думаю, переключится. e-ecolog.ru. Беру, соответственно, есть генеральный директор. Мне нужен только ИНН. Соответственно, ИНН. Вот он, ИНН, кажется, есть. Я беру ИНН, копирую. И, соответственно, подставляю сюда... Нет, e-ecolog.ru. Это чуть-чуть не то. e-ecolog. Вот так. Искать бухгалтерскую отчетность. Соответственно, введите ИНН, пожалуйста. И Московская пивоваренная компания. Получаем один отчетик. Прямо делаю... Второй отчетик. Делаю третий. И, соответственно, делаю четвертый отчетик. У меня есть балансы. Но эти балансы, конечно, нужно вбивать. Но, с другой стороны, я знаю Visual Basic. Поэтому можно очень просто поступить. Беру три... Создаю, соответственно, четыре листика. И пользуюсь... Вот то, что не автоматизировал, комбинацию Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C. Один отчет. Второй отчет беру. Соответственно, у меня получается... Второй отчет за второй год. Четыре года беру. Третий отчет беру. И четвертый отчет беру. Подчеркну, что, в принципе, это любая компания. Совершенно спокойно можно... И у вас сразу автоматически она будет... Соответственно, Alt-F8. Создать баланс. Выполнить. И, соответственно, что реально делается? Написан макрос. Который макрос? Что делать вы можете... Он быстро как-то... Сейчас мы посмотрим. Соответственно... Сейчас мы посмотрим, правильно он сформировал. То есть, он создает реально... Alt-F8. Давайте еще создать баланс. Выполнить как-то. Он кривовато чуть-чуть. В общем, сделал чуть-чуть. Вот. Вот он, кстати, при вас заполняет балансик. Видно? Соответственно, балансик заполняется. Вот. Баланс компании сформирован. Соответственно, я могу сказать... Не просто, но взяву. Это пиво будет у нас. Пиво. После этого мне достаточно... Внести... Вот сюда... Список компании. Написать лист пива. Не пивоварня. А пиво у меня. И захожу... Соответственно, вот в нашей отчетности. Я некоторые листы просто убрал. Поэтому, чтобы быстрее ссылки вот эти вот возникают. Сейчас он... Или ошибся. Сейчас. Одну секундочку. То есть, в этом случае, может ошибиться... Нет. Пиво у нас есть. Соответственно, у нас... Сейчас я покажу. Добавляет сюда список компаний. Именно... Как она мне сейчас показывается? Я посмотрю. Мегафон. Я прямо допишу. Вот сюда... Мегафон будет... Пиво. А! Все правильно. Закрытая московская пивоваренная компания. Поэтому мы сразу смотрим ее имущественный потенциал. Мы смотрим ее... Все показатели. Мы смотрим ее темпы роста. Смотрим движение денежных средств. Три составляющих роя. Ага. У них вот тут есть... Соответственно, у них переоценка имущества. Они сделали. Здесь был дополнительный выпуск акций. Соответственно, дальше я смотрю. Ликвидности. Ничего хорошего нет. Нормальные источники формирования затрат. Нормальная устойчивость. Платежеспособность. Финансовый леверидж. Соответственно, график безубыточный. Сифакторный анализ. Тут же получаю. Оборачиваемость. Операционные. Все циклы могу видеть. Оцениваю вероятность банкротства. И если мне нужно распечатать, соответственно, именно свод по этой компании, то есть у меня есть именно вот итог. И, пожалуйста, можно прямо отправить на печать вся отчетность по этой компании с графиками, с красивыми. Действительно, здесь именно будет показано. Ну, как вы понимаете, что это очень удобно, особенно если вам надо кого-то автоматизировать, проверять ваших контрагентов, то буквально две минуты и реально ваш вот этот весь анализ будет составлен. Поэтому вот подчеркну, что если вы хотите научиться в конце курса, вот получает именно файлик. Это вот анализ финансового состояния. Файлик реально, вот как раз слушатели заходят, они как раз на этот курс, будем мы его дальше вести. Поэтому. Обязательно четыре года надо? Что? Четыре года надо обязательно задавать. Ну, можно. Если у вас три года есть, я делаю на четыре года. Если у вас будет там три года, ну, анализ будет именно чуть-чуть меньше. Ну, конечно, он покажет. То есть, если у вас чего-то нет, просто какие-то данные будут именно отсутствовать. Но самое главное, что наглядно, именно на анализе финансового состояния, вы сразу получаете вот все действительно графики. Никакого сложности нет. И действительно, если мне нужно, я бы работал финансовым аналитиком, я бы пошел бы учиться на курсе, сделал этот файлик. И, пожалуйста, за две минуты можно приходить и со своим компьютером. То есть, файл мы создаем с нуля. Ну, естественно, наши преподаватели помогают. Ну, вот то, что это реальный файл, реальный файл, даже если вы посмотрите, это реальные слушатели. Я фамилии поубирал. В общем, так. Ну, вот, например, у нас Алексей Распадская. Здесь кто-то у нас делает именно другие изображения. Поэтому, вот, пожалуйста, приходите и, соответственно, можно действительно учиться. Большое спасибо.